Макси Маркетс – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Макси Маркетс используют порталы Вести Финанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 28 мая. Вы смотрите ежедневные обзоры прогноз рынка от Макси Маркетс. На азиатской сессии вторника евро-доллар продолжил коррекционный откат пары от ее предшествующего снижения. Курс пары протестировал сильный уровень сопротивления 1,3670, но жесткий отпор продавцов остановил движение. Лагерь медведей пополнился игроками из США и Великобритании, вернувшимися на рынок после длинных выходных. Активность торгов резко выросла и главным драйвером снижения валюты вновь стало ожидание ослабления монетарной политики Европейского Центрального Банка на совещании 5 июня. Тем более, что в своем втором выступлении на экономической конференции в Португалии глава ЕЦБ Марио Драги в очередной раз подтвердил готовность делать все необходимое для ускорения инфляции в еврозоне до запланированного уровня в 2%. Евро-доллар на этом фоне стремительно терял позиции, а после выхода американской статистики по заказам на товары длительного пользования снижение пары усилилось еще более. По данным Министерства торговли США, объем заказов вырос в апреле месяце на 0,8%, существенно превысив при этом прогнозы аналитиков. Причем рост показателя был отмечен уже третий месяц подряд. В результате падения евро усилилось и на американской сессии курс пары протестировал трехмесячный минимум на отметке 1,3612. Здесь, вблизи ключевого уровня поддержки 1,36, нисходящий импульс несколько замедлился. Игроки начали фиксировать прибыль и закрывать позиции на продажу. Быки попытались перехватить инициативу и на исходе дня развернули евро-доллар на коррекцию. В нашем прогнозе на среду предполагаем пробой уровня дневного разворота 1,3638 и продолжение коррекционного подъема к целевым уровням 1,3650 и 1,3680. Если удастся преодолеть этот уровень, последует дальнейший рост целевым уровням 1,37 и 1,3740. В этой зоне мы ожидаем разворот и возобновление нисходящего движения пары в направлении предыдущего локального минимума 1,3612 и ниже. Обвальное падение единой европейской валюты на вчерашних торгах и укрепление доллара по всему спектру валютного рынка вызвало ответную реакцию в стане быков по фунту. Кроме того, прекращение срока действия американского предложения о покупке британской фармацевтической компании AstraZeneca за 60 млрд фунтов стерлингов разочаровало рынок и усилило давление на британскую валюту. Фунт доллар прекратил коррекционное восстановление и устремился вслед за своими союзниками. От достигнутого на подъеме максимума 1,6882 курс пары спикировал в область двухнедельных минимумов и, пройдя на снижение 100 пунктов, протестировал ценовой уровень 1,6783. Здесь падение остановилось, а курс пары начал корректировать потери, завершив торговлю на ценовом уровне 1,6809. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение текущей коррекции пары и подъем курса британской валюты первоначально к уровню дневного разворота 1,6820, а затем после его пробоя к уровню сопротивления 233-дневной скользящей средней 1,6840 часовой таймфрейм и, возможно, к 1,6850. В этой зоне предполагаем возобновление нисходящего движения пары в направлении предыдущего локального минимума 1,6783 и ниже. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на среду. Обвальное падение котировок золота и серебра на вчерашних торгах весьма существенно изменило положение металлов относительно их основных уровней поддержки сопротивлений. Ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту на часовом таймфрейме теперь находится на уровне 1,268 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх возобновит подъем металла к целевым уровням 1,275, 1,280 и 1,287 долларов за унцию. Ближайший уровень поддержки расположился на ценовом уровне 1,255 долларов. Если он будет пройден, станет возможным дальнейшее снижение золота к целевым уровням 1,250 и 1,240 долларов за унцию. В качестве приоритетного направления ценовой динамики металлов на среду предполагаем восходящую коррекцию металла и рост котировок золота к целевым уровням 1,268, 1,275 и 1,280 долларов за унцию. Далее ожидаем возобновление снижения металла к выше названным целевым уровням поддержки. Серебро в аналогичной динамике также изменило свои прежние позиции. Ближайшее сопротивление для него находится сейчас на уровне дневного разворота 19,18 долларов за унцию. Уровень ближайшей поддержки серебра расположился на уровне 19,00 долларов за унцию. Если котировки преодолеют, его снижение продолжится далее к целевым уровням 18,90 долларов и 18,60 долларов за унцию. В нашем прогнозе на сегодня также предполагаем коррекционный рост стоимости металла к выше названным целевым уровням поддержки. В экономической статистике среды Германия отчитается по количеству безработных и уровню безработицы в стране. Предыдущий показатель 6,7%. А также опубликует индекс импортных цен за апрель. Франция представит данные по изменениям объема потребительских расходов и индекса цен производителей за апрель. В еврозоне будут опубликованы индикаторы условий деловой среды, а также индикаторы потребительской и экономической уверенности в промышленном секторе и секторе услуг за май месяц. В Великобритании обнародуют данные по динамике розничных продаж за май месяц от Конфедерации британских промышленников и общенациональный индекс цен на жилье за май и с начала года. А в статистике из США будет опубликован индекс ипотечного кредитования за май. Сегодня же состоится выступление главы Банка Японии Харухи Кокурода. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. MaxiMarkets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы Вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка.